Сегодня время жарко, но древние римляне умели спасаться от жары. Это точно. Мы находимся в месте, которое является копией комнаты на вилле Ливии, жены императора Августа. Это был чудесный летний дом, некое место для отдыха. Одна комната частично находится под землёй, уходит в скалу. Летом там гораздо прохладнее. Что сегодня очень кстати. Но ощущение прохлады создаётся не только температурой, а ещё и декором. Комната окрашена в очень прохладные оттенки. Художник создал иллюзию пейзажа, сада, словно это не стены, а виды, простирающиеся за изгородью, за стеной. Тут и птицы, и кусты, и фрукты, и растения. Такое чувство, что стены просто растворяются. Прекрасный пример второго стиля римской настенной живописи. Первый отличался попыткой воссоздать с помощью краски и штукатурки мраморные стены богатых греческих дворцов. Своего рода имитация мрамора или оптическая иллюзия. Да. Здесь вместо иллюзии мрамора художник создал иллюзию природы. Здесь природа окружает нас повсюду, и она не устрашает. Она прекрасна. Здесь много игривых птиц. На деревьях фрукты. Всё в цвету. А также свет. Художник использовал воздушную перспективу. Ближайшие деревья и листья мы видим чётче, чем фоновую растительность. Из архитектурных форм мы видим, пожалуй, только соломенную изгрыть, или нечто более массивное, написанное серо-розовой краской. Художник использует эту внешнюю стену, чтобы тонко передать перспективу. Видно, как кое-где стена огибает деревья, которые растут прямо на границе. Мы видим маки, розы, ирисы, гранаты, айву. Создаётся впечатление разнообразия растительности, цветов, фруктов, птиц. Посмотрите на положение птиц. У одних крылья распростёрты за спиной. Другие сидят спокойно. Третий парят в небе. Разнообразие природы показано намеренно. Моя любимая деталь — это дерево, окружённое серо-розовой стеной. Ветви развернуты в направлении против роста дерева. Кое-где на листьях и ветвях мы видим свет, а где-то на листьях падает тень. Кажется, подул лёгкий ветерок и развернул некоторые из них. Становится видна отливающая серебром изнанка. А верх листьев более затемнён. Это создаёт ощущение сиюминутности. Прекрасного, немного ветреного дня. Ты как будто слышишь шорох листьев на ветру. А моё любимое растение, акант, растущий вокруг сосны, он показан на одной из коротких стен комнаты. Ещё один, на мой взгляд, наиболее интересный элемент — аккуратно вписанная в это открытое пространство на внешней стене клетка для птиц. По всему пространству изображены птицы, свободно летающие по небу. А здесь показана птица в клетке. Это напоминает мне о том, что я стою в комнате, что, несмотря на иллюзию растворённых стен, я по-прежнему нахожусь внутри помещения. Субтитры создавал DimaTorzok